ПЕРМИ Мы преклоняемся перед подвигом, силой и мужеством блокадников, всех, кто выстоял и победил. ПЕРМИ В своем дневнике блокадница Кера Логинова вспоминала. Тьма крыс длинными шеренгами во главе со своими вожаками двигались по Шлиссельбургскому тракту, прямо к мельнице, к ним мололи муку для всего города. Это был враг организованный, умный и жестокий. Все виды оружия, бомбежки и огонь пожаров оказались бессильными и уничтожили пятую колонну обидавших умиравших от голода блокадников. Как только была прорвана блокада в 1943 году, было принято решение доставить Ленинград кошек. Вышло постановление за подписью председателя Ленцовета о необходимости выписать из Ярославской области и доставить в Ленинград дымчатых кошек. Ярославцы не могли не выполнить стратегический заказ и наловили нужное количество дымчатых кошек, считавшихся тогда лучшими кроссоломами. Четыре вагона кошек прибыли в полуразрушенный город. Часть кошек была выпущена тут же, на вокзале. Часть была роздана жителям. Очевидцы рассказывают, что когда мяукающих кроссоловов привезли, то для получения кошки надо было отстоять очередь. Расхватывали моментально, и многим не хватило. В январе 1944 года котенок в Ленинграде стоил 500 рублей. Килограмм хлеба тогда продавался срок за 50 рублей. Зарплата сторожа составляла 120 рублей. Прибывшие в полуразрушенный город Каты ценой больших потерь со своей стороны сумели отогнать крыс от продовольственных складов. КОНЕЦ